Итак, для любых двух чисел a и b, целых, существует d, который равен нод a и b, наибольший общий делитель, который делится на любой общий делитель чисел a и b, и который на самом деле равен a умножить на m плюс b умножить на n, при некоторых целых m и n. Это наша путеводная звезда, которая нам поможет достичь основной теорема арифметики. А следующая подготовительная к ней лемма такая. Пусть p простое число. А что такое простое? Напоминаю, простое число это число, которое делится только на себя и на единицу. Ну, за компанию еще на минус единицы и на минус себя, если кто-то хочет именно с целыми числами общаться. Если с натуральными, то на себя и на единицу. Так вот, пусть p простое, а какие-то два числа a и b не делятся на p, ни одно, ни другое. Тогда a умножить на b тоже не делится на p. Вот такую лему мы сейчас будем с вами доказывать. Заметим, что это именно для простых. Вот тут существенная простота. Потому что если бы, вот так в скобках, да, заметим. Если какое-то m не простое, а равно произведению l и k, то утверждение неверно. Ну, просто, например, потому что l не делится на m и k не делится на m, будучи меньше него, да. Ну, а произведение l умножить на k уже равно m, поэтому делится на m. То есть, вот такое утверждение, в принципе, может быть верно только для простых чисел. Для непростых оно автоматом неверное. Так вот, я сейчас буду доказывать, что для простых оно верное. Ну что, поехали? Если a не делится на b, если a не делится на p, простите, то нод a и p равен единице. Потому что у p только два делителя, один и p. И у a из этих двух делителей, один из делителей точно отсутствует, а именно p. Значит, среди всех кандидатов на то, чтобы быть общими делителями у a и у p, остается только одно число, единица. Вот, ну и, соответственно, раз так, то эта единица, будучи нодом, представляется вот в таком виде, как a умножить на целое m плюс p умножить на целое n. Отлично. Значит, итак, если a не делится на какое-то простое число p, то тогда существуют два целых числа m и n, такие, что a умножить на m плюс p умножить на n равно единице. Угу. Ну, давайте прямо здесь вот так напишем. Что мы теперь сделаем? Правильно, мы теперь умножим это равенство на b. b равно ab на m плюс p на b на n. Вот. А теперь обратим внимание на то, что вот это число делится на p. И если бы a, b делилось на p, то b как сумма двух чисел делящихся на p тоже бы делилось на p. А это неверно. То есть a, b не может делиться на p. И утверждение полностью доказано. Вот это вот лема о том, что произведение двух чисел, не делящихся на p, не может приобрести делимость на p. Еще раз, это довольно сложно. Школьники это плохо понимают. Я думаю, что у взрослых будут еще большие проблемы. Значит, итак, так как a и p взаимнопростые, то можно вот так представить единицу. Единица — это их наибольший общий делитель. А мы доказали, что наибольший общий делитель любых чисел представляется в виде целочисленной вот такой вот линейной комбинации. Значит, в данном случае единица представляется в виде такой комбинации. То есть можно, как бы иными словами, что можно сделать? Можно купюру в 1 рубль представить как какое-то количество купюр в а рублей, там, минус какой-то количество купюр в п рублей, или наоборот, сколько-то купюр в п рублей минус сколько-то купюр в а рублей. То есть это утверждение такое, как бы чисто экономическое. Разменять, да, передать 1 рубль с помощью купюр в а и п. Вот у меня есть какая-то странная экономика, в ней только по А, рубли и купюры, и по П. Но вот если А и П таковы, что П простой, а на него не делится, то на самом деле можно любую сумму передать. Единицу можно, ну и дальше кратная, естественно, тоже можно. Вот, а дальше мы умножаем на Б и смотрим, что из этого следует. Что если у нас А, Б делилась бы на П, то сумма двух чисел, делящихся на Б, должна была тоже делиться на П. Но сумма как раз равна Б. А оно по условию не делится на П. Значит, не может быть предположения, это не могло быть верным. И произведение двух чисел А и Б не делится на П. Ну вот, а теперь, пожалуй, мы можем замахнуться на великую и ужасную основную теорему арифметики. Вот и А. Пусть Н какими-то двумя способами умеет раскладываться на множители. Вот так и вот так. Вот этот набор простых отличается от этого, отличается существенно, не просто перестановкой. Вот. Тогда давайте сократим на все, которые здесь совпадают. Сокращая на совпадающие. Получаем какое-то число новое, меньшее, чем Н, да, какое-то число. Ну или само Н, если они исходно никакого совпадения нигде не было. Получаем какое-то там Н с волной, которое теперь равно, давайте обозначим тут, П1 с волной, их будем обозначать, так далее, ПС с волной. И оно же, К1 с волной, так далее, КВ с волной. Вот так. То есть, после сокращения на какие-то, которые здесь и здесь совпадали, мы получили новые наборы, возможно, сокращенные по сравнению с исходными, но теперь мы эти новые обозначим вот такими тильдочками, да. То есть, это те же, некоторые из тех же, некоторые, некоторые оказались совпадающими, сократили, некоторые новые, не сокращаемые. Вот здесь уже ничего, ни с чем нельзя сократить. И если вот эти разложения были разные, то тогда здесь и здесь есть какие-то числа, ну, их не нулевое количество, потому что иначе было бы просто написано 1 равно 1. Или иначе было бы написано, какое-то произведение простых чисел равно 1, что абсурдно, да. Поэтому после сокращения должно возникнуть какое-то одно существенное произведение простых чисел, да, как минимум одно простое число здесь должно быть, да. И какое-то еще произведение тоже простых чисел, но совершенно иных. То есть, грубо говоря, получилось бы, например, что 3х3х5х19 равно 13х17. Ну, вот что-то такое, да, то есть совершенно разные наборы простых чисел при умножении внутри себя дают одно и то же число. Вот, так вот, это противоречит наше леме. Противоречит, потому что если два простых числа разные, то, понятно, ни одно из них на другое не делится, да. У простых чисел делимость может быть только на себя и на единицу. Значит, соответственно, P1 не делится на Q1, вот рассмотрим конкретно Q1, да. Вот, P1 не делится на Q1, но P2 тоже не делится на Q1, да, только здесь вот тильдочки. Вот, тоже не делится на Q1, ну и так далее, да, вплоть до последнего, ПС с волной, тоже не делится на Q1, все на вот эту вот Q1 с тильдой. Но тогда, последовательно применяя лему, мы получаем, что P1 умножить на P2 не делится на Q1. А теперь домножаем на P3, получаем P1 умножить на P2 умножить на P3 тоже не делится на Q1. Ну и, как бы, применив лему много раз, мы получим, что из этого следует, что произведение вот это вот, P1 и так далее, ПС с волной, не может делиться на Q1. Ну, а это сразу противоречие, вот, потому что это произведение, это в точности N с волной, а N с волной в силу вот этой записи как раз делится на Q1, оно равно Q1 умножить на какое-то целое число. Вот, вот мы получили противоречие. То есть, еще раз, если это два разных набора, то такого быть не может, потому что из этого набора все простые числа не делятся на первое из этого набора, а значит их произведение тоже не делится на первое из этого набора, но произведение этих чисел равно N с волной, и мы получили, что N с волной не делится на Q1 с волной, что прямо противоречит записи, что оно равно произведению Q1 с волной на какое-то число, там, равное произведению остальных простых. Вот, собственно, и все. Это означает, что никакое число не могло по-разному раскладываться. Произведение простых. То есть в этих двух наборах все числа совершенно одинаковые, просто перестановкой отличаются. Основная теорема арифметики полностью доказана. И теперь мы будем собирать кучу гешефтов с нее. Всякие, значит, плюсы, которые мы от нее поимеем в дальнейшем изучении математики, в доказательстве теоремы и так далее. Решение задач.